Субтитры делал DimaTorzok Стоит эту RPG добавить себе в список самых ожидаемых игр 2015 года Я вам сейчас об этом и расскажу Во-первых, с графическим движком здесь все в порядке Это CryEngine, ребят Ну вы все прекрасно своими глазами увидите Выглядит, по-моему, потрясающе Я не фанат всяких там графонов, да, дисселяций на лягушках Но мир этот выглядит сочно Он выглядит реалистично Он выглядит прямо как настоящий Но вовсе не визуальная составляющая игры Может по праву считаться Next Gen'ом Просто, я думаю, в конце 2015 года Когда будет очень много игр уже под PlayStation 4 И так далее, и так далее Текущий уровень графики будет считаться естественным и нормальным Не будет впечатлять, как он впечатляет сейчас Да и сейчас, я думаю, многих он тоже не впечатлит Но мне он нравится Я, как уже сказал, не фанат графики Так что, чем же эта игра будет вас приковывать? Во-первых, это RPG без магии Средневековый RPG без магии Вы можете себе представить, ребят Я за последние пять лет не могу ни одной RPG-шки назвать Которой была бы без магии Просто луки, арбалеты, броня кожаная, металлическая Лебарды какие-нибудь там, щиты, топоры Но без магии, без драконов, без скелетов Я не могу представить Это считается нормой сейчас Нормой развлечения, скажем так Для тех, кто играет в эти RPG-шечки Но вот Mountain Blade мне вспоминается И на самом деле эту игру можно спокойно было бы назвать Mountain Blade 2 Я бы не заметил, что это не Mountain Blade 2 Потому что здесь есть все Я не буду про первую часть, ребят, вам рассказывать Я думаю, вы все с ней знакомы Это очень классный RPG И здесь обещается примерно все то же самое, что есть в этой игре Ну, в Mountain Blade Во-первых, полностью открытый и свободный мир По которому вы можете перемещаться и делать в нем что угодно То есть вы можете перемещаться на ногах или на лошади Я думаю, телепортов никаких не будет Никаких быстрых перемещений казуальных Что меня порадует однозначно Во-вторых, как я уже сказал, отсутствие магии Что тоже здорово В-третьих, ну, коль магии нету Нам обещают уникальную, ребята, боевую систему Которая вот на данный момент есть только в этой игре Она основана на инверсной кинематике Я сам впервые услышал этот термин только в описании к этой игре И в чем суть, кстати, да, обратите внимание Сейчас нету ни анимации лиц, ни какой там озвучки Ну, первый же альфа билд, это просто техно-демо Выглядит это забавно Мне всегда нравится видеть ранние какие-то версии Где что-то недоделано, там, без текстур что-то Без анимации Это имеет свою атмосферу Так вот, что за инверсная такая кинематика Насколько я это понял Вообще, обычная кинематика Это когда, ну, вот у нас есть моделька Есть какая-то анимация Для нее и все Очень простенько считается Как заскриптовано То при инверсной кинематике считается Справедливо все точки соприкосновения Все точки гибкости Джоинты они называются Если верить в Википедии То есть все суставы То есть, как это я понял Все будет зависеть от того В какой вы позе стоите С какого угла вы делаете замах В какую часть тела вы противнику попадаете Это все будет просчитываться Благодаря этой инверсной кинематике Ну, по крайней мере, я, ребята, это так понял Ну, иначе что еще В чем тогда уникальность Если оно будет не так По крайней мере, в трейлерах Видно все Очень даже красиво Обратите внимание, сейчас тоже Интересный баг Я не знаю, что это тетка Почему она летает под землей С этой поварешкой в руке Видимо, она должна стоять на месте И варить суп Но все это сломано Итак, с боевой системой разобрались Она будет уникальной Это все, что мы о ней знаем И я надеюсь, что оно так и будет Дальше, ребят Мы в игре вовсе не какой-то там царь и бог Мы не избранные Мы не спасаем мир от вселенского зла Мы простой человек Самый простой человек Мы начинаем свое путешествие Мы можем там выполнить какие-то задания При этом задания можно будет выполнить абсолютно по-разному То есть, можно отыгрывать злую роль Можно отыгрывать добрую роль Вот именно этого мне не хватает в РПГ Ну, кто смотрел мое видео, посвященное Скайриму Все правда о Скайриме Тот понимает, о чем я говорю И это РПГ вдруг, внезапно, вдруг Выдает нам это право Быть тем, кем мы хотим Раз мы встретили какой-то квест И сами определяем Как в этой ситуации нужно правильно себя повести Может быть, там, всех убить И задолбали эти козлы-уроды Только смерти заслуживают Может быть, мы их спасем То есть, это здорово Плюс нам обещают, что мы сможем И в прочие жизнедеятельности Миров тоже вмешиваться Допустим, вот деревня Я так понял, мы сможем тут Помочь им как-то И они скажут, что там Вот, нас там не хватает Каких-нибудь ресурсов Ты их им приносишь Добываешь, не знаю, каких-нибудь Не знаю, там Кочевников, которые из лесов Из лесов на них выбегают Убиваешь Помогаешь им Либо же, там, может быть Можно будет Старейшину убить Самому захватить Барыжить В общем, танец собирается Этой деревне Фиг его знает, что Будет на самом деле Но нам обещают Именно возможность Влияния на мир На его привычные Принципы жизнедеятельности Кстати, интерфейс Мне очень нравится Он напоминает мне Mountain Blade Он такой В тех же примерно цветах Выполнен Он прост, но красив Мне кажется В этом его главное То есть, он без лишнего Пафоса выполнен В таком среднем Строгом средневековье По-моему, здорово Мне понравился Этот интерфейс Мне нравится и все В этой игре пока что Все, что есть И все, что нам обещают Ну да ладно Разобрались мы с этим миром Дальше-то что? Мы можем Что-то завоевывать То есть, мы как В Mountain Blade О, господи Можем Опять Такие Какие-то замки Брать штурмом Не знаю Дадут ли нам возможность Самостоятельно строить Какие-то замки То есть Я помню игрушку Были Корсары С модом Алексус Энд Морган И там дали возможность Нанимать самостоятельно Рабов Ну, нанимать Покупать рабов Привозить их На остров Такой-то пустой И там устроить форт Вот это мне очень бы Хотелось увидеть Но вроде бы не заявлено Заявлена система Крафта зато Что тоже, в принципе Неплохо Вот То есть, мы Нанимаем армию Здесь не просто бои Один на один А именно такие массивные Зарубы обещаются Не знаю, насколько массивные Но я думаю, человек 100 на 100 Точно будут Когда они там Скарабкиваются по этим лестницам Их сверху Там лучники поливают Арбалетчики Начинаются от Месилова Ну, в общем-то Как в Mountain Blade И только теперь Это с графикой CryEngine С Этой кинематикой Какую я уже вам сказал Чтобы все это Классно просчитывалось То есть Ну, как вы видите Игра действительно выглядит Звучит Очень свежо Очень уникально Я уверен, что разработчики Кстати, это Кто они там? Разработчики первой мафии В общем-то Они вдохновлялись Именно Mountain Blade Второй части до сих пор нету И я не знаю Может быть ее даже закрыли Я потому что еще год назад Помню, слышал Что вот она в разработке А где она, куда делась Фиг его знает Но тем временем Mountain Blade Первая часть Меня поглотила надолго Я не мог от нее отлипнуть Я бегал между этими городами Я постоянно нанимал армию Меня убивали Я нанимал ее заново Меня опять убивали Я прокачивался Тут, кстати, также И броня Раздельная То есть не просто броня А броня рук Броня ног Есть всякие статы Там ловкость, сила Вот Что мы можем улучшать Может быть еще какие-нибудь Навыки нам добавят Которые мы сможем улучшать Там убеждения Или еще что-то Я не знаю Пока что трудно сказать До релиза Нам ждать еще больше года Кстати, игру разбили на три части Не знаю, с чем это связано Возможно, с большим объемом То есть первый акт выйдет В конце пятнадцатого Второй акт в конце шестнадцатого Третий в конце семнадцатого То есть дофига ждать и больше То есть такая трилогия у нас получится Но первый акт Он будет полноценно играбельный То есть это мир Это квесты Я не знаю даже Как будут вторые и третьи акты Выполнены То есть они будут просто Как бы Дополнять этот мир Новыми территориями Новыми сюжетными Ну то есть Продолжением сюжетной линии Либо же это будет Как отдельная игра Просто устанавливаться Вот Этой информации Я что-то не нашел Плохо искал На самом деле Наверняка Но это мне не суть важно Потому что Ну первый бы дождаться Акт Там размышлять О вторых и третьих Кстати, вот видите Дальше уже пройти нельзя Этот заборчик Он ограничивает Наше пространство в игре Вот И какой Какой итог можно подвести За вот этот Коротенькие мои размышления Коротенькую информацию Которую я выдал На удивление На удивление В сеттинге Средневековья Ну Самого обычного Точнее Средневековья Где мы ходим Там мечики Ну привычный нам Для всех RPG-шников Сеттинг Противники Мечи Луки Стрелы Арбалеты Броня Щиты Сделать возможно Что-то уникальное Универсальное даже Не сказать уникальное Но что-то Чего вот нету На рынке Да Вот ты не можешь Просто сейчас Взять и Хочу Хорошую Средневековье А вот где? А вот нету Нигде Средневековье Кроме в Mountain Blade Во всех остальных Играх Это типичная Просто фэнтезийная Игрушечка Без какой-либо Свободы Фактически Без Каких-то Особенностей Просто Анимации Заклинания Магия Хороший сюжет Ну Где вам там Рассказывают Какой вы классный герой Вы должны спасать Наш мир от Вселенского зла Это в любой игре Dragon Age Наверное Скайримы И прочее Прочее Везде Все в принципе Достаточно привычно Для нас Достаточно Приевшийся Уже для нас Я бы так сказал Здесь же Обещается что-то Свеженькое Относительно Никаких спасений Мира от Вселенского зла Наверняка Не будет Я очень надеюсь Ведь мы можем И плохую сторону Отыграть Ну или нам дадут Захватить всю страну Стать властителем Владыкой этого мира Что опять же Где в какой игре Еще такое встретишь По-моему здорово Звучит Покрашно Все шикарно Я очень надеюсь Что разработчики До релиза Не откажутся От тех идей Кстати здесь видите Тоже нельзя пройти Хотя дорога дальше идет Не откажутся От тех идей Которые Они нам сейчас заявляют Ну знаете как бывает Типа Наобещали сначала Стрекороба А потом к релизу Скажут типа Ну вот у нас уже Время поджимает Ресурсов не хватает И эта фича оказалась Слишком сложной Для реализации Поэтому мы ее вырезали Или она выйдет В сильно упрощенном варианте То есть нам обещают Что жители Действительно будут жить По своим законам То есть кто-то добывает Что-то кто-то Что-то там Не знаю Сидит Торгует Ну то есть Хорошей симуляцией жизни Мы кстати женщин Сможем Соблазнять Ну это Не уже ни для кого Не новость Ни для кого Точнее даже Не то чтобы не новость Никого не шокирует И таким не завлечешь Но тем не менее Приятно Такое всегда приятно Вот как бы Как бы это в итоге Не вышло Что вот В Обливине Тоже много чего Обещали Когда-то Да и В Фейбле Я помню Очень много Обещали А в итоге Обещания Оказались Ну так Далеко Далеки от реальности Которую мы увидели Но ребят На этом я буду Заканчивать Если вам хочется Слышать еще Какие-то новости По этой игре Когда они будут То ставьте Больше комментариев Пишите больше лайков Да что же такое Я уже Который раз Оговариваюсь На этот счет И я надеюсь Что мы увидимся В следующих сериях Субтитры сделал DimaTorzok